Вы слушаете канал жаж.клаб. Глава 46. Козыри в рукаве. Однако, как бы ловка и предусмотрительно пума ни была, техника полицейских все равно смогла ее засечь. Огромная кошка попала в объектив одного из дронов, запущенных над лесом. Полиция искала зверя, который расправился с Лили, в надежде найти хотя бы остатки тела девочки, «Твою мать, откуда здесь пума?» — воскликнул один из копов, Чип. Его напарника звали Дейль, из-за чего весь отдел над ними подтрунивал. Мужчина ответил ошарашенным пожатием плечами и предположил, «Наверное, это она растерзала малышку. Давай посмотрим, где ее логово. Может, найдем тело бедняжки? Стой, смотри». Чип приблизил изображение, и молодые люди смогли разглядеть, что в зубах у пумы что-то болтается, похоже на одежду и, кажется, на игрушку. Зачем ей это? Как она вообще смогла проникнуть в дом, полной полиции, незамеченной? «Наверное, она дрессированная», — догадался Дейль, сбежала из цирка. «Не знаю, зачем ей вещи девочки, но она выглядит, ммм, целеустремленной. Если я могу так сказать о звере, с этим делом одни проблемы, потер лоб чип, смотри, она идет к болотам. На машине там не проехать. Высылаем за ней вертолет. Немного подождем, и можно будет проследи, чтобы его снабдили всякой звериной хренью, транквилизаторами там и арканами. Не стоит убивать пуму, возможно, это редкий вид, нашел, о чем думать. «Эй, Дерек», — сказал мужчина в рацию, — «мы нашли зверя, это огромная пума». «Да хрен знает, откуда здесь пума». «Да, Дерек, они обычно и встречаются в зоопарках», — чип закатил глаза, «просто подготовь нам вертолет. У нас есть снотворная и какая-нибудь фигня для перевозки крупных животных». «Отлично, садись на трассу, она довольно широкая, парни перегородят ее минут на двадцать. Да, мы скоро будем». «Боже, какой идиот», — заключил парень, отложив рацию. «Мне кажется, эта пума превосходит его интеллектом в разы, определенно, мой друг. Постарайтесь ей все же не навредить, они, говорят, на грани исчезновения. Она растерзала девочку, но она ведь не виновата в этом. Я имею в виду, это в ее природе, а девочка сама ушла в лес. Только посмотри. Дэйль кивнул на экран. «Какая грация и изящество, я всегда знал, что в душе ты пятидесятилетняя кошатница», — хохотнул чип. «Ладно, мы будем аккуратнее с твоей кисой», — звездочка, 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 в свою очередь. Октавия ясно понимала, что ее заметили. Мало того, она этого даже добивалась. Оставив своеобразный сигнал для Менна, она была уверена, что тот не даст ничему плохому с ней случиться. Она выполнила свою функцию, вывела девочку из дома, защитила от надвигающейся опасности и вообще всячески о ней позаботилась. Теперь нужно выставить все в естественном свете и вернуть девочку домой. Жаль расставаться, Лили ей понравилось. Но все-таки человечи дети должны жить с человечими родителями, какими бы дурацкими они ни были. Пума быстро подобралась к своему логову. Это место ей тоже нравилось, но все хорошее когда-то кончается, чтобы уступить место чему-то еще лучше. По крайней мере, такие мысли утешают. Октавия положила вещи девочке рядом со спящей Лили. Та заворочилась и подняла голову. Ты куда-то ходила? Девочка увидела свои вещи, оделась и поблагодарила. Пума что-то промурлыкала. Стой, что? Почему ты говоришь такие вещи? Нам вовсе не надо прощаться. Здесь никто нас не найдет, и мы можем жить вместе. Разве мы не подруги? Разве я тебе надоела? Октавия лизнула девочку. Но грусть из ее голоса никуда не делась. Я не хочу, чтобы ты уходила. Но если ты говоришь, что это необходимо, то я согласна. Я не хочу, чтобы тебе навредили. Пума ласково свернулась в клубок вокруг Лили и замурлыкала ей на ухо. Та внимательно слушала. Хорошо, я поняла. Я скажу, что все произошло именно так. Большая кошка снова лизнула девочку и потянулась, чтобы выскользнуть из своего логова. Но Лили вцепилась в ее шерсть и воскликнула «Погоди, побудь еще немного со мной». Я не хочу, чтобы ты ушла так быстро. Октавия застыла. Что ж, пара минут не решит дела. Она достаточно сильна и быстра, чтобы выбраться из этой передряги невредимой. Смягченная просьбой девочки, она вернулась на место и обняла ее пушистой лапой. Звездочка, 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 мне надо выйти, выдохнул Менно. Покинув этот сумасшедший дом внизу, он поднялся к себе в комнату и сразу почувствовал остер. Продолжение читайте на сайте жаж.клаб.